Гражданку Беларуси Ольгу Скворцову скорая помощь привезла в Щёлковскую областную больницу в бессознательном состоянии. Её жизнь висела на волоске. У 46-летней пациентки врачи диагностировали обморожение нижних конечностей. 30 марта за окном трещали морозы. Пациент поступил в достаточно тяжёлом состоянии с признаками выраженной гнойной интоксикации, септического шока. Первое время находилась в реанимационном отделении. Запущенная ситуация – гангрена обеих нижних конечностей. В экстренном порядке хирурги выполнили ампутацию конечностей на уровне верхней трети голени и тем самым спасли Ольге Петровне жизнь. Операции выполнены искусно, пациентке показано протезирование, а значит, есть шанс вернуться к полноценной жизни. Наша основная задача была её грамотно прооперировать, грамотно построить ведение послеоперационного периода, что, в общем-то, и было сделано. После операции некоторое время мы её даже на своих социальных началах продержали в хирургическом отделении, чтобы адекватно долечить. Выяснилось, что у гражданки Белоруссии в России нет ни родственников, ни места жительства, ни средств. Выпустить пациентку в никуда в Щёлковские врачи просто не смогли. Мы все люди славянские, не бросим своих, даже братьев белорусов в беде. Всё-таки человечность должна быть в первую очередь. Принято решение было нашей администрации, больницы, что не будем бросать в беде, а будем уже идти до конца. Врачи оценивают состояние Ольги Скворцовой как полностью здоровое. В день выписки она чувствовала себя уверенно и бодро. Поехала в 2017 году поработать. Ну, в итоге оказалась без документов и оказалась на улице. В январе месяце я отморозила три пальчика на двух ногах. На одной ноге на левой, один пальчик, на правой – два. Здесь меня приняли, да, отношения здесь – это больше всяких похвал. Врачи все-таки, медперсонал, очень мне просто благодарны всем. Ну, и что я могу ещё сказать? При поддержке областного Минздрава щёлковские врачи вышли на посольство Беларуси, оформили Ольге Скворцовой временный паспорт. Нашлись и те, кто купил женщине инвалидную коляску, одежду и билет на поезд. Сегодня пренавещал меня директор больницы. Она дал мне, конечно, напутственное слово. Подарили мне телефон они, сказали, чтобы я была на связи. Подарили коробку конфет, сказали, чтобы мне сладко ехалось. Ольга Петровна – жизнерадостный общительный человек. За три месяца, что провела в больнице, тепло подружилась с персоналом и пациентами. На больничном транспорте Ольгу Скворцова доставили на белорусский вокзал. Щёлковские врачи договорились, в пункте назначения их подопечную встретит социальная служба. Ольге Петровне предстоит длительный период реабилитации, но врачи уверены – белорусская пациентка обязательно встанет на ноги. Михаил Налютов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.